За скалами позади меня какое-то здание. Может, пойти туда? Эти клятые буровые машины! Что за машины? Скальд прав, что винит в этом меня. Это была моя идея. Если у тебя есть время, они в заливе за этим туннелем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я был бы признателен, если бы мы проверили те буровые машины в озере. Дым видно прямо отсюда. Но если ты хочешь сразу идти к Дурлину, нам тогда в эти открытые ворота слева. Ну, куда двинемся? Прежде чем идти за Тюром, можно еще подготовиться. Решай сам. Немир, это правда ты построил те машины? Один хотел подчинить гномов себе и... Ну, я убедил его, что их верность можно просто купить. Торговым соглашением своего рода. Что это? Труп. Тот? Статуя дракона неплоха. Продолжение следует... 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 Ну, если что, я тут. Кому-то не повезёт. Нужно что-то конкретное? Я всегда к вашим услугам. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай проверим, сколько удастся вспомнить. По-моему, отцу нужно освежить память. Я не нуждаюсь в напоминаниях. Они вторглись в наш дом. Да, но я про историю. Для других, кому они сломали жизнь. Подумаем. Не сейчас. О, надо же, еще работает. Продолжение следует... Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Да, так мало кто умеет. Думаю, это секрет, тщательно оберегаемый какой-то гномьей гильдией. Оно и к лучшему. Не хватало, чтобы кто-то еще это умел. Есть еще история о Торе и Одине. На чем мы... Ну ладно. Вот был Тамур, каменчик. Ага. Он поругался с сыном, пошел искать его на ночь глядя, а вместо него встретил Тора. Еще был сын Тамура. Крим тут. Который построил стены Асгарда и успел шепнуть Фрею кое-что важное до того, как его предали и убили. Ну да, сейчас мы вряд ли сможем что-то сделать. Крим тут. Немир, почему налетчики все еще становятся скитальцами? Я думал, если мы освободим королеву Валькирий, равновесие в мирах восстановится, и они не будут появляться. Это хороший вопрос, парень. И довольно тревожный. Если Хель снова забит битком, значит, что-то помешало Сигруну. Или, возможно, она отвлеклась на что-то еще более важное и потому не заглядывает туда. Даже извинято. Ясно. Извини. Эй, есть кто? Вроде никого. Кажется, нужно особое снаряжение. Так. Спасибо. Продолжение следует... 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 Вот теперь он где надо. От этих бочек пахнет топливом. Я думаю, искра от твоих трюнков разгорится на ура. По-моему, тут можно пробить землю, если ты залезешь куда-нибудь повыше. Ура! 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 Должно помочь. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мимир, ты как? Для кузнецов Свартальфхейма создание оружия было священным обрядом. Но Один просто хотел получить как можно больше клинков в кратчайшие сроки. И с каждым наспех сделанным мечом гномы теряли частичку себя. Это чистопробная Свартальфхеймская руна. В машине от нее толку больше нет. Но может наши братья Хульдры смогут из нее что-то сделать? Свартальфхеймская руна. Благодаря тебе гномы выжили. В этом ты прав, брат. Один вырезал бы всех жителей Свартальфхейма. Мастера должны были служить ему или умереть. Мимир, неужто Ворон и Одина могут перенести его куда угодно? К счастью, только не в мир между мирами. Почему? Его труднее найти. Спасибо гномьим-чарам и самой природе Игдрасиля. Повезло нам. Может быть, продолжим перечислять злодеяния асов? А что насчет Фьорген? Мать Тора же была великаншей. Безусловно. Обстоятельства ее кончины весьма таинственны. Но я не стал бы винить в этом Одина. На него это сильно повлияло. Сделаем пока что паузу. О, это нам точно нужно. Паузу. Субтитры сделал DimaTorzok